Задачи, которые были поставлены в первом полугодии, согласно плану боевой подготовки, Министерством обороны выполнены. Казахстанская армия продолжает свое поэтапное развитие по всем направлениям деятельности. Основные усилия Министерства обороны в текущем году были сосредоточены на дальнейшем совершенствовании боевой готовности вооруженных сил. Личным составом выполнены множественные мероприятия оперативно-боевой подготовки войск. Проведены масштабные плановые учения и внезапные проверки боеготовности. Оказана помощь гражданскому населению в ликвидации последствий паводков в пострадавших регионах. Следует отметить, что развитие вооруженных сил – это продолжающийся непрерывный процесс, целью которого является создание немногочисленной, но в то же время боеготовной и боеспособной армии, способной гарантированно обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Основные принципы и подходы развития вооруженных сил определены в стратегических программных документах в области обеспечения военной безопасности. На сегодняшний день актуализирована стратегия национальной безопасности на 2021-2025 годы с уточнением потенциальных угроз, целей и задач государства. Проведена работа по корректировке концепции строительства и развития вооруженных сил с уточнением приоритетов их развития в соответствии с изменением геополитической обстановки. Принята новая система военного планирования, где регламентирована иерархия документов в области обеспечения военной безопасности. Сегодня вооруженные силы ведут работу по приотапному наращиванию боевого состава армии. По поручению Верховного Главнокомандующего в приоритетном порядке развиваются силы специальных операций. Проведен комплекс организационных мероприятий, что позволило усилить общевойсковой, военно-морской и авиационные компоненты, увеличить разведывательно-боевой и военно-транспортный потенциал, возможности артиллерии и войск ПВО. Сегодня активно развиваются территориальные войска, которые впервые были применены в период пандемии. Затем регулярно задействовались в ходе ликвидации пожаров и наводнений. Территориальная оборона включена в общую систему обеспечения военной безопасности государства. Сегодня увеличилась интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки. На основе международного опыта постоянно совершенствуется тактика огневая подготовка войск. Для повышения профессионального уровня курсантов в Военном институте сухопутных войск организован контрольно-комплексный курс Сардар для выпускного курса. Данный курс нацелен на укрепление лидерских качеств, совершенствование инструкторско-методических навыков, повышение профессионального мастерства и физического уровня будущих офицеров. В этом году проведено более 2000 боевых стрельб и тактических учений. Акцент был сделан на повышении качества готовности штабов и войск к действиям в кризисных ситуациях и в ходе войсковых операций. Во исполнении поручения главы государства впервые проведен сбор с акимами областей и их заместителями. Ранее подобный сбор был проведен с министрами и депутатами парламента по вопросам военной безопасности и обороны. Проведено межведомственное учение Бекета с акиматом Павлодарской области. В сентябре планируется проведение с акиматом Жамбылской области. На постоянной основе вооруженные силы Казахстана принимают участие в международных учениях. В Мангиставской области на полигоне Оймаша и на мысе Токмак проведено самое крупномасштабное международное оперативно-тактическое командное штабное учение Берлистык-2024. В нем приняли участие воинские контингенты Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, более 4000 военнослужащих и до 700 единиц вооружения и военной техники. В ходе учения воинские контингенты государств-участников провели совместную операцию по локализации вооруженного конфликта. Тактические эпизоды были разыграны на земле, в воздухе и во авговоре Каспийского моря. Продолжается развитие учебно-материальной базы. До конца года будет поставлено более 50 тренажеров. Освоен войсковой ремонт полигонного оборудования. Это позволит сэкономить до 300 миллионов тенге в год. Подготовка военнообученного резерва является одной из составляющих обеспечения безопасности нашей страны и непосредственно связана с подготовкой войск. В 2023 году нами были проведены сборы с 1500 военнообязанными. В этом году мы уже привлекаем до 3000 человек. Основная цель воинских сборов – повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, содержавшихся в мирное время в сокращенной численности, а также подготовка и накопление запаса военнообученных ресурсов, необходимых для развертывания вооруженных сил в случае мобилизации. В течение последних пяти лет Казахстан серьезно активизировал международную и миротворческую деятельность. Наша страна – единственная из стран СНГ, которая получила самостоятельный мандат на миссию ООН. 15 марта 2024 года впервые казахстанский контингент направлен на голландские высоты в миссиях силы ООН по наблюдению за разъединением на голландских высотах. Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия. В рамках председательства в ШОС 26 апреля в Астане проведено совещание министров обороны, а 31 мая в Алматы проведено заседание Совета министров обороны стран-участников ОДКБ. По итогам данных форумов был подписан ряд документов, направленных на развитие сотрудничества в рамках данных организации. Идет поэтапный процесс перевооружения вооруженных сил на современные образцы вооружения и военной техники, в том числе отечественного производства. В вооруженные силы поступили более 500 единиц новой техники. Капитально отремонтировано 50 единиц. В 2024 году ожидается поставка бронированных колесных машин «Орлан» и «Кобра-2». До конца года планируется приобретение комплексов тактических беспилотных систем «Сонгар» и мини-беспилотных систем «Эвамакс». Для сил воздушной обороны в текущем году ожидается поставка современных истребителей зенитного ракетного комплекса класса высокоточного оружия. Проводится опытная войсковая эксплуатация беспилотного комплекса тяжелого класса «Анка». До конца текущего года ожидается поставка первого военно-транспортного самолета большой грузоподъемности А-400М. Для военно-морских сил в соответствии с ранее заключенными договорами в текущем году ожидается поставка противодиверсионного катера, запущенные цеха по ремонту бронетанковой и автомобильной техники, войсковой ПВО, противотанковых систем артиллерии и стрелкового оружия. Проведенный в прошлом году средний ремонт военной техники своими силами позволил сэкономить 1,3 млрд тенге. В войсках собственными силами проведены текущий и средний ремонт более 1500 единиц военной техники. В целях повышения привлекательности и престижа срочной воинской службой Министерством обороны были инициированы ряд предложений. К примеру, в мае текущего года главой государства подписан закон Республики Казахстан о внесении изменений дополнением некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и образования. В принятом законодательстве закреплены квоты на образовательные гранты для обучения в организациях высшего и послевузовского образования военнослужащих по окончании срочной воинской службы. Государственные гранты на бесплатное обучение будут представляться тем, кто в период срочной воинской службы достиг высоких результатов боевой и государственно-правовой подготовки. Существенным бонусом станет также представление приоритетного права на получение жилья в общежитии на время первого года обучения в ВУЗе. Продолжается реализация инициатива Министерства обороны по предоставлению кредитных канюкл банками второго уровня на период прохождения срочной воинской службы. Автоматизирован процесс приписки призывников к своим участкам без посещения военкоматов. Экономия в этом составит более 1 миллиарда тенге ежегодно. На ежегодной основе проводится военно-патриотический сбор молодежи Айбен. В этом году в нем приняли участие более 700 подростков, в том числе 75 из других стран. Команды из Азербайджана, Белоруссии, Кыргызстана, России и Узбекистана. В текущем году проведен ряд мероприятий идеологического характера. Это мероприятие, посвященное столетию первого министра обороны Республики Казахстан, героя Советского Союза, Халка Хармана, генерала армии Нурмагомбетова Сагадата Кожахметовича. Этому знаменательному событию 25 мая открыт памятник генерала армии Сагадата Нурмагомбетова в сквере имени Нурмагомбетова в городе Ак-Коль Ак-Молинской области. В целях военно-патриотического воспитания молодежи совместно с Министерством культуры и информации выпущены циклы программ, передач, сюжетов, рубрик, интервью и видеороликов, посвященных столетию Нурмагомбетова. 9 мая текущего года в обеобазе города Талдурган присвоены имя дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. В рамках празднования столетия Рахамжана Кошкарбаева запланировано проведение мероприятия патриотической направленности, открытие уголков памяти и воинских частях, учреждениях военно-патриотической акции «Без батриэльдумур Пахмас», конференции уроков мужества на англигель алтара Рахамжан Кошкарбаев и других. В рамках договоренности, достигнутой с Министерством просвещения, в текущем году в оздоровительных центрах городов Кунаев, Балхаш, Туркестан и Щучинск организован отдых для 600 детей военнослужащих. Еще 500 детей будет направлено на отдых до конца года. Во время беспрецедентных по масштабу весенних паводках военнослужащие вооруженных сил показали свою сплоченность в беде. На противопаводковые мероприятия было задействовано свыше 5000 военнослужащих и более 300 единиц техники в 9 регионах страны. Силами вооруженных сил было эвакуировано более 6000 человек, перевезено около 2000 человек, грузов более 700 тонн.